Бесплатное горячее питание в образовательных организациях в текущем году останется бесплатным. Проект такого решения сегодня одобрили депутаты окружного собрания на предсессионном комитете. Всего в повестке значилось 45 вопросов, среди которых много и других социально значимых для жизни региона. Много поправок депутаты окружного собрания рассмотрели в закон округа об образовании. Часть из них вызвана необходимостью приведения в соответствии с федеральным законодательством. Речь идёт о детях-сиротах. Им предоставляется право на получение второго бесплатного среднего профессионального образования. Во время обучения для детей-сирот сохраняется полное соцобеспечение, выплачивается социальная стипендия. Вторая причина поправок – рационально эффективное использование средств окружного бюджета. Так, например, компенсация оплаты за детский сад станет адресной. В округе установлены следующие размеры компенсации. На первого ребёнка – 20% среднего размера родительской платы, на второго – 50%, на третьего и последующих детей в размере 70%. Цель обеспечения адресности оказания материальной поддержки данной категории граждан предлагается установить категории средний душевой доход, который превышает однократной величины прожиточного минимума, установленный в Ненецком автономном округе в расчёте на душу населения. Сегодня средняя плата за присмотр и уход в детских садах округа составляет 1600 рублей в месяц. Если, к примеру, семья с одним ребёнком попадёт в группу нуждающихся, то из бюджета округа ей возместят 320 рублей в месяц или 20% от полной стоимости. Размер компенсации на третьего ребёнка более существенный – 1120 рублей или 70%. Что касается дополнительного образования, то его предполагают сделать платным лишь частично. На плечи родителей ляжет 20% стоимости услуги. Львиную долю – 80% – будет оплачивать окружной бюджет. Поправки вступят в силу с 1 января 2017 года. Также одобрены к рассмотрению на сессии поправки в части оплаты труда педагогических работников. Надбавка молодым специалистам в размере 30 и 40% от оклада, а также надбавка за педагогический стаж будут учитываться в стимулирующей части заработной платы. Несмотря на сложное финансовое положение в округе, горячее питание в образовательных учреждениях в этом году решено оставить в прежнем виде. Одобрен депутатами и законопроект в поддержку граждан высокого возраста, разработанный по их инициативе и касающийся взносов за капремонт. Группа депутатов предлагает заменить и освобождение от оплаты таких взносов. Так как это люди высокого возраста, им достаточно сложно иногда сходить лишний раз с этой платежкой. Ну и с другой стороны мы снимаем нагрузку с аппарата, с бухгалтеров. Но эти деньги у нас по кругу ходят, пользы от этого никакой. Тем более, что граждане еще и теряют какие-то деньги на оплату услуг. Согласно нынешним правилам, пенсионеры старше 70 и 80 лет платят полную стоимость взносов, а потом их частично или полностью компенсируют округ. 50 тысяч рублей предлагается единовременно выплачивать труженикам тыла и награжденным медалями за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. При этом стаж работы в тылу должен быть не менее шести месяцев, включая период работы на временно оккупированных территориях СССР. Для получения выплаты есть еще ряд условий. Единовременная выплата не предоставляется лицам, проживающим в домах, подлежащих расселению в текущий году. То есть в аварийных домах также не предоставляется в случае, если граждане получили на ремонт дома под закону 13 ОЗ в размере 200 тысяч. Все эти вопросы будут вынесены к рассмотрению на сессию. Она состоится 31 октября. За ходом принятия депутатских решений можно будет следить в режиме реального времени. Телеканал «Север» будет вести прямую трансляцию из зала заседания. Валентина Чебичек, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».